Подмена признака Это ошибка характерна для рассуждения по аналогии. Достоверность всякой аналогии неизбежно ограничена как признаком, по которому она проводится, так и степенью подобия по этому признаку. Нам со школы известен принцип подобия треугольников. Если треугольник А подобен треугольнику С, и треугольник Б подобен треугольнику С, то треугольник А однозначно подобен треугольнику Б. Поскольку подобие проводится по общему для всех трех фигур признаку, все они треугольники, речь может идти лишь о степени подобия. Подобны лишь они отчасти или же абсолютно, то есть конгруентны. Но если мы будем рассуждать, что поскольку царство Божье подобно закваске, и оно же подобно царю от Матфея 18.23, то, следовательно, царь подобен закваске, мы совершаем ошибку, ибо признаки, по которым проводится аналогия в этих двух текстах различны. Так, например, шекспировский гамлет, уподобляя облака различным животным, имел в виду их очертания, а не вид системы кровообращения или способ размножения. Впрочем, полоний, скорее всего, бы согласился с ним и в этом случае, равно как и современные полонии от естественного знания, готовы согласиться с любой аналогией, проводимой их безумным принцем дарвинизма. Разочаровавшись в теории о том, что внешняя гаммология, то есть подобие органов животных якобы свидетельствует о родственных связях, они выдвинули продвинутую теорию химической гаммологии, согласно которой о родственных связях свидетельствует подобие химического состава организма. И в соответствии с этим выходит, что облако уже может быть не просто похожим, скажем, на медузу внешне, но поскольку их химический состав совпадает на 98%, это вода, то мы можем считать их на 98% родственниками. Не в большей степени обоснованным будет умозаключение, что поскольку огурцы на 90% состоят из воды, и я на 80% состою из воды, Иисус мог ходить по воде, а я могу ходить по огурцам, то я на 82% огурец и на 92% Иисус. Экстраполяция, то есть продление аналогии далее, признака, по которому проводится уподобление, бессмысленно, но и не менее бессмысленно и подмена типа подобия. Сталкиваясь с аналогией, важно установить, является ли данное подобие аналогии свойств или же аналогией отношений. Так, параллель между Царством Небесным и купцом, ищущим хороших жемчужин в Евангелии от Матфея 13.45, не означает необходимость искать что-то круглое и блестящее. Это аналогия отношений, а не свойств. Мы должны стремиться к подлинным ценностям, без сожаления отказываясь от всего, что таковыми не является. С другой стороны, многие, ища аналогию отношений там, где ее нет, считают закваску библейским символом греха, а потом испытывают трудности при толковании притча Царства Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Евангелие от Матфея 13 глава 33 стих. Но это уже аналогия свойств. У закваски нет отношений ни с кем, но есть два характерных свойства. Во-первых, попав в соответствующую среду, она полностью меняет ее. Во-вторых, это требует некоторого времени, не проходит мгновенно. Потому-то Царство Небесное, подобно закваске, если в каком-нибудь коллективе оказался верующий, там уже ничто не останется таким, как было раньше. С другой стороны, надлежит бояться закваске фарисейской, по суку лицемерия, не менее заразительно, чем вера. Евангелие от Луки 12 глава 1 стих. Наконец, наш выход из рабства греха должен быть не постепенным, а мгновенным. Подобно выходу Израиля из плена египетского в раз так быстро, что даже тесто не успело вскиснуть. Исход 12 глава 39 стих. 1 Коринфянам 5 глава 8 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok